Значительная часть бюджета расходуется в рамках государственных и муниципальных закупок. Только в прошлом году сумма по заключенным контрактам составила 148 миллиардов рублей. Однако в процесс госзакупок недостаточно вовлечен малый и средний бизнес. Доля МСП за прошлый год составила всего 32%. Я считаю, это не подход. Когда и цена разная, на один и тот же товар, и стоимость услуг разная, на один и тот же вид услуг. Мне кажется, даже если в рамках страны взять, примерно не такой будет диапазон, как у нас, он разбросанный между белой глиной и она. Единые должны быть органы, общие требования к прозрачности, к закупкам, к услугам, которые, конечно, должны отбираться на конкурсной основе. Ну тогда мы будем иметь какую-то систему. Если в это поверят представители малого и среднего бизнеса, что на самом деле мы готовы в рамках конкурса закупать, но не создавая припоны для чужих и давая зеленый свет для своих. Они, поверьте, начнут вкладывать в то, что мы сегодня на самом деле где-то, может быть, с точки зрения производств, не имеем в нашем крае. И на самом деле объективно вынуждены закупать за пределами региона. И они явно здесь, наши внутренние инвесторы, эти производства создадут. Они поверят в то, что сегодня вкладывается максимально прозрачный реально. Готовы закупать, еще раз подчеркиваю, не только по принципу своих, а просто прозрачно и честно. Венемин Кондратьев акцентировал внимание на вовлечение в процесс государственных закупок именно кубанских предпринимателей. В качестве примера губернатор привел ситуации, когда в конкурсе на закупку саженцев побеждают компании из соседних регионов. При том, что в крае работают два сильных питомника – Армавирский и Белореченский. Дайте полный мне анализ. Если вот сейчас, как Игорь Петрович говорит, меньше половины продукции нашей закупается государственными, муниципальными заказчиками, а больше половины привезенная в крае, в случае мы сами себя запросто можем обеспечивать продукцией. Мы поддерживаем других, а своих загоняем в угол. И вот так вот по каждому посмотреть на минованию, либо продукции закупаемые, либо услуг. И все время мы в меньшей половине находимся. Коллеги, вот продукты питания точно у нас должны быть все свои. Сегодня у нас, я считаю, мощный агропромышленный комплекс, мощная переработка. И мы имеем все для того, чтобы продукты питания закупать у наших сельхозтоваропроизводителей, переработчиков, у наших краевых. Все имеем сегодня возможности. Только почему не закупаем? Ну это качественный продукт, это полезный продукт, это продукт, который мы знаем. Мы знаем в лицо тех, кто его производит. Мы все имеем, понимаем, а вода в хату так и не заходит. Проанализируйте, почему так? Я же за рыночный подход. Тогда в чем мы проигрываем? В чем? Почему? Участие местных предпринимателей в госзакупках – это стимул для развития бизнеса, для создания новых производств. В конечном счете, это и залог здоровой конкуренции в регионе. Уверен губернатор.